Девочки, мы в примерочной. Большие все примерочные были заняты. Здесь ужасный свет. В той большой примерочной мне столько комплиментов наделали, потому что там был такой хороший свет, а здесь ужасный. Я сейчас попробую поискать другую. Посмотрим. Сейчас, секунду. Так, ну вот, другое дело. Я все-таки дождалась большой примерочной. В ней я тоже какая-то релизанная. Не знаю, что-то я себе не нравлюсь. Ну ладно. Какая есть, какая есть, девочки, не судите. Зато здесь можно далеко сниматься. Большое зеркало. Можно себя показывать. Вообще все. Я надеюсь, что в этот раз у нас не будет пожара. Хотя, я должна сказать, что я видел прошлое про зарубки. Там выдела сирены и был пожар. То был, то не был. Набрало столько просмотров. Поэтому я в глубине души надеюсь, что у нас опять будет какая-нибудь сирена сигнализации. И мне снова повезет. И меня снова, у меня снова будет много просмотров на это видео. Но такого счастья два раза не бывает. Как говорится, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Так, я сегодня в платье же из Зары. Жакет тоже. Я с поясом, как я люблю. И, вы знаете, у нас тепло. Но, во-первых, не настолько. Прямо не жара. А прям вот, ну там, градусов 18. Да, что вполне можно еще ходить в ботинках. Во-вторых, у меня еще вся летняя обувь где-то запрятана в глубине, внизу, наверху. В общем, короче, я еще не достала. Поэтому я вот продолжаю носить ботинки. Я с работой, как всегда. Вот, покажу вам платье. Вот так вот оно без пиджака, без жакета. Пало, упало на пол. Ужас какой, надо скорее подбирать. Вот такой платье. Его можно носить с поясом. Я, как всегда, люблю поясы. А вы знаете, поэтому я на себя его натянула. И давайте уже примерять. Вы видите, у меня там все красное, бежевое, разных цветов. Я в лесу много интересных вещей. Давайте примерим. Комплект пожарной машины. Посмотрите, какая шикарная юбка. Топик, ну, обычный, так скажем. Я просто его взяла для того, чтобы... Для того, чтобы... Померите этот комплект. Потому что он вот таким вот манером представлен на манекене. Юбка просто в лес. Есть еще такие черные. Но это просто и цвет, и ткань такая, знаете, блестящая. Такой какой-то вот... Как будто вы такой, знаете... Как будто атлас, шелк, тяжелый. Ну, не шелк, конечно, понятно, да? И вот такой вот топик. Юбка, кстати, на резиночке. У меня есть маечка. Может, я потом с ней примерю, чтобы вы помнили. Просто на резинке юбка. Шикарная длина. Даже вот таким комплектом прям очень, прям очень. Мне нравится. Боже, как я люблю вот эти вот юбки, девочки. Вы не представляете. Особенно на резинке. В ней же можно дышать, ходить везде, так сказать, кушать в нее. И вы совершенно... Оп! И вам ничего не жмет. Вы абсолютно не испытываете неудобства. Я вообще очень люблю одежду на резинке. Юбки, платья. А если вас, знаете, если вас смущает то, что если вы что-то заправите, то будет видна резинка, то сверху можно надеть пояс. Тоже эластичный такой, знаете, с резинкой. И все, как бы вы в ажуре, и все у вас хорошо. Красиво. Так, давайте смотреть цену, состав, в общем, все. Так, девчонка полиэстер. 66 наших канадских долларов. Примеряла я размер medium-large. Видите, как у них размеры? Extra small-small, medium-large, extra-large, extra-extra-large. То есть вот medium-large мне было... Села на мне идеально. Да, вот номер. Делайте скриншот, если вы хотите такой заказывать. Да, вот ее номер. Значит, ткань вообще бесподобная. Прям пионерский галстук. В лучшем его проявлении. Но пионерский галстук был такой тоненький. А эта такая, знаете, она такая толстая, тяжелая. В общем, очень красивая юбка. Карманы. Мне очень нравится. Блузку потом покажу. Я хочу еще примерить вот с этой. И тогда покажу вам. Так, вот она, правда жизни. В прошлый раз розовую юбку я примеряла размер large. И я в нее не застегнулась. В этот раз я взяла extra-large. Знаю, что я немножко схуднула. Но, тем не менее, я решила не рисковать. И вот юбка extra-large. Мне просто с меня вот так вот сваливается девочка. То есть мне надо было взять large. Она бы сейчас, наверное, была мне хороша. Что хочу сказать. С этим топом, несмотря на то, что в магазине, когда я в зале бродила, мне казалось, что они совершенно одного цвета. Это не очень красиво. Слишком много красного. Я сейчас померю с футболкой, которую я принесла. И мне кажется, что с ней будет лучше. И еще у меня есть вот такой вот белый жилет. Но мне кажется, хотя, может быть, и будет неплохо. Потому что вот этот цветок, он совсем белый. Он такой бело-серый. Просто я, мне эти юбки очень нравятся. Но вы знаете что? Их купили все. И примеряли все. Весь инстаграм и весь ютуб завален девушками, которые примеряют эти юбки. Если честно, она мне очень нравится. Но как бы в них все, просто уже все в них в этих юбках. Поэтому, наверное, я ее скипану. Если только она будет на очень-очень хорошей распродаже. Вот. Тогда может быть. И она такая узнаваемая, знаете, прямо явно узнаваемая юбка из Зары. Но я не стесняюсь того, что я ношу вещи из Зары. Просто хочется не быть совсем уже как все. Потому что вот такой жилет, например, вы это наденьте. Никто толком не будет знать. Или даже ту красную юбку. Что это и откуда. А вот это прямо... Вы придете куда-то, и там будут еще 3 человека в такой юбке. Давайте примерим ее с жилетом. Так, жилет с этой юбкой, вы знаете, с красным топом совсем неплохо. Но у меня есть еще полосатая белая футболка. Я попробую примерить с ней. И если честно, я теперь не знаю, какие мне размеры. Но вот это медиум. Жилет медиум, да? То есть, мне кажется, что он действительно большой, такой оверсайзный. Потому что он очень мне сработен. Кстати, какой-то красивый вырез. Сзади вот такие вот сделаны как будто бы ланцканы. Да, ланцканы. Жилет шикарный. Сколько он стоит? 80 долларов. Я потом его рассмотрю, вам покажу цену, номера все. Вы знаете, с этой юбкой даже и неплохо. Может быть, мне даже кажется, что он немножко гасит вот этот огромный рисунок, который на все пузо и на всю юбку. А вот если вы его чем-то прикрыть, типа вот такого жилета, понимаете, он перестает быть таким доминантным. Потому что он прямо доминантный. Прямо, прямо вот... Доминант. Не хочу говорить, что это словосочетание. БДСМ. Вот такая фраза у меня получилась из этого. БДСМ-шаргончик. Номинантная юбка. Ну, правда, что вот этот цветок, он очень бросается в глаза. А когда вы его немножко чем-то прикрываете, может быть, это уже не так... Она не так как бы выглядит настолько... Ну, прямо вот в лицо вам цветок. Все. Я хочу помериться еще с футболкой. Смотрите, у меня такая простенькая полосатая футболка. Давайте я сделаю вот так вот ее эту юбку, как будто бы, что она мне как раз... Будем считать, что вот на размер меньше, ларч. Вы знаете, может, ларч был бы мне и даже маловато еще все по-прежнему. А экстра ларч, конечно, не великоват. Но вот представьте себе вот такой вот вариант. И, в принципе, вот... Почему я... Я хотела взять сначала белую футболку, а потом я подумала, что это как-то банально, правда? Белая футболка... Ее каждый может надеться чем угодно. Не надо тут ничего придумывать. А вот такая в полосочку интересная, правда? Может быть, они по стилю не совсем подходят. Хотя вот такое миксование принтов, типа цветок и вот эта вот полоска. Может быть, в этом что-то есть. Сейчас я еще померюсь с этой жилеткой. Но вы не представляете, какой у меня случился здесь конфуз. У меня замоталось, замоталось. В общем, я ее снимала через... Я ее снимала через голову. Потому что у меня вот тут произошла страшная история. У меня все... Вот эта вот этикетка замоталась вокруг этой пуговицы. И, в общем, короче, я ее снимаю, надеваю через голову. Хорошо, что она не маленькая, а довольно-таки просторненькая. Так что мне не так все страшно. Так, ну что вы скажете, хорошо этот жилет с полосатой, с такой майкой? Или с красным было лучше? Мне кажется, с красным как-то было лучше. Вот здесь вот топ красный, белый и вот эта вот юбка. Знаете, с чем я хочу еще померить? Вот с этой красной юбкой тоже футболка и вот этот жилет. Интересно, как получится. В общем, юбка классная. Мне она очень нравится. Я тут все говорила, что все будут одинаковые. Но на самом деле я все равно с удовольствием бы ее купила. И с этой юбкой жилет мне нравится. Посмотрите, он такой даже, мне кажется, лучше. Потому что юбка клешная, жилет узкий, с белым футболкой. Прямо очень красиво. Прямо мне нравится, правда? Вообще, эта юбка, конечно. Понимаете, вот эта с цветком, она надоест. Хотя мне она очень нравится. Но она надоест. Вы ее два раза оденьте куда-то и все. У вас все запомнят, что у вас есть такая юбка. А эту вы можете носить, носить и носить с разными топами. И вы будете как будто снова в новой одежде, в новом аутфите каждый раз. А вот эта юбка, что вы бы не надели? Сверху, все равно она запомнится. Вы запомнитесь как человек вот в этой вот юбке с цветком. Понимаете? И каждый раз вы будете как будто в одном и том же аутфите приходить. Несмотря на то, что вы будете менять верха. Правда? Или мне кажется? Напишите, что вы думаете. Может быть, я придумываю какую-то фигню. Вот еще хотела вам просто показать вот эту юбку просто с обычным топом. Посмотрите, тоже неплохо. Тоже прикольно. И вот этот пояс с резинкой он совершенно не портит. Вот обычный топ. Можно в полоску, можно однотонный. Можно черный, можно белый. Какой угодно. И в принципе совсем неплохо выглядит. Правда же? Так, жилет. Подкладка 100% вискоза. Вверх 100% полиэстер. Медиум был размер. 79,90 канадских. Вот такой вот ее номер. Жилет большой. Вот видите, сбоку у него вот такой большой, красивый, интересный вырез. Сделан очень симпатично. Очень хорошо. Мне он очень нравится. Прям даже очень. Кстати, сделана в морок. Вот такой вот беленький жилет. Так, юбка такая же, как розовая. 47 хлопок, 50 триллион. И подкладка полиэстер. У нее нет подкладки. Я не знаю, что они имеют в виду под подкладкой. Потому что она сделана из одного слоя. Где тут подкладка? Видимо, где-то что-то тут подшито, пришито. Я не знаю. Кстати, обратите внимание. Я хочу обратить ваше внимание на то, что низ не прострочен, а подшит вот таким вот невидным швом. Потому что здесь это будет очень некрасиво, если здесь будет шов. Потому что здесь рисунок по низу. Ну, то есть полоса вот эта. То есть, в общем, внимание в деталях. Это, знаете, очень не по масс-мартовски. Не по масс-марковски. Масс-маркетовски. И не по-заровски. Вот так вот очень внимательно, аккуратно относиться к вещам. При этом юбка стоит 80 долларов, а не там 200, понимаете? Чтобы вот обратить внимание, что посмотрите, как аккуратно и хорошо сделаем прошить низ. Шва нет. Вот. Так что имейте в виду, что юбка сделана очень хорошо. Посмотрите, у меня здесь такая... Я здесь так мучаюсь. Посмотрите, что произошло с этими крючками. Но у меня с них все падает. Как они так висят. В общем, я так страдаю. Вы не представляете. Топ был у меня medium. Ну, вот стоит он 26 евро. По наших, наверное, долларов 45. Американских, наверное, 35. В общем, вот как-то так. Ну, он подходит по... Та же ткань, что это юбка. Видите, совершенно. Ну, сам по себе он не представляет особого... Особого интереса, если честно. Обычный такой топик. Рукавчики на резиночке. Ну, в общем, короче, это комплект, как посчитается. Но один он, как самодостаточная вещь, как бы совершенно не... Ничего особенного. Вот в комплекте эта юбочка, головник, маечка. Очень простенькая. 100% хлопок. Это был размер смол. 19 долларов она стоит. Прям реально, реально, реально недорого. Полосатый. Обычно, если вам нужно, то прямо вот все, что нужно. Хорошо сделано вот это горло. Укавчики, в общем. Но, видите, она смол. То есть они такие немаленькие. Довольно широкие. Просто я ее взяла для того, чтобы примерять вот с этой вот юбкой и засовывать ее внутрь. Я не хотела очень объемную майку. В принципе, если бы мне нужно было там с джинсами, например, я бы, конечно, взяла medium, а то и large. Тут как бы все-таки YouTube меня догнал и нашел какую-то музыку на заднем фоне, которую он мне не разрешил. Пришлось накладывать озвучку. И я пытаюсь воспроизвести то, что я говорила в этом отрывке, когда я примеряла этот костюм. Итак, этот костюм сделан из натурального хлопка. Брюки и рубашка. В общем, выглядит немножко пижамно. Но я попыталась заправить рубашку, чтобы выглядело более, так сказать, в городском, скажем так, стиле, а не как пижама. Что хочу сказать. Этот костюм сейчас на распродаже. Вы знаете, у них есть распродажа, которая наступает два раза в год, летняя и зимняя. А есть такая междусезонная распродажа. Это у нас называется на сайте Special Price, то есть специальные цены. И вот этот костюм сейчас, вот он как раз находится в этом сегменте. Специальные распродажи. Он немножечко подешевле, чем его цена была в начале сезона. Значит, мне он, в принципе, понравился. Он симпатичный. Интересная расцветка, такой голубой, с черным. И вот тут я показываю, что, возможно, эти брюки даже были бы, выглядели бы лучше, если бы я бы надела их с этой футболкой, с которой я, кстати, их примерю потом попозже, в следующем куске этого видео. Вот. Единственный недостаток, который мне показался, ну, довольно серьезным недостатком, что ткань, хоть и хлопок, но очень-очень тонкая. Прям практически прозрачная. Так на видео-то не видно, а вот у меня было по ощущениям, что она очень просвечивает. Я выписала рубашку вам, чтобы показать, какой длины рубашка и как это выглядит вместе. В общем, брюки неплохие. Хорошая длина, хорошая ширина, высокая посадка. И рубашка неплохая. Очень-очень легкий, можно сказать, даже пляжный вариант. Возможно, имеется в виду его носить на купальник. Ну, в общем, в принципе, неплохой костюм. Так, вот брюки с футболкой. Мне даже кажется, лучше. Ну, в общем, не хуже, во всяком случае. Видите, они с футболкой заправлены внутрь. Если топ вот этот, то его надо наверх выпускать. А если брюки, то внутрь, то футболку. Лучше. Причем, знаете, они такие на высоком поясе. Видите? Довольно высокая талия. Это очень удобно. Ну, вот так вот. Мне кажется, как-то даже с футболкой лучше. Нету много этого принта. И, в общем, не выглядит так. Так. Ткань 100% хлопок. 65 долларов они стоили до сейла. Сейчас, мне кажется, что так же, как и топ, который, видите, тоже был 65, а сейчас стоит 35, потому что он сейчас на такой легкой распродаже. Значит, я думаю, что он стоит 35 долларов, размер large. Но вы знаете что? Это хлопок. Но я, честно говоря, он такой тонкий, такой прям совсем, как тряпочка. Я не знаю, что с ним будет после стирки. Вот так вот надеть в жару, на курорте, где-то на, сверху даже на купальник, эти брюки отлично. Но мне кажется, что он придет в большую, быструю негодность. Честно говоря, я не знаю. Вот если его купить и постирать, очень тоненький. Хотя, не знаю, сядет ли он, на что он будет похож. И вот такой же вот этот вот рубашка. Была medium. У меня, видите, Вот номера. Если вы хотите, 35,99. Но если вы сходите сейчас, называется special prices, вот по-английски у нас на веб-сайте, на Апи, то вы их найдете без труда и всяких номеров. Честно говоря, я не знаю. Мне как-то это уж очень он тонкий, уж очень прямо тонкая ткань. Еще, знаете, когда платье такое, то это ладно. Или топ, например, да, вот это. А брюки, они как-то вытянутся, размажутся у вас по одному месту, простите. Мне кажется, это будет не лучше. Не лучше. Так, девушки, я немножко в неглиже, но вы даже не представляете, в каком-то неглиже вот эти брюки и топ, это все, все совершенно прозрачное. Если под топ вы можете надеть какой-нибудь топик на притыльках, чтобы прикрыть там лифчик и пузо, то под брюки ничего надеть нельзя. Единственное, что вот идея в том, что этот топ длинный и он как бы закрывает, а ноги у вас просвечиваться будут. Но это такое своеобразное. Я увидела этот костюм на витрине, мне захотелось его примерить. Тут, значит, такое горло, сзади он завязывается на бант или на завязки. Можно что-то там перекинуть вперед вот так вот, типа сделать фантазию такую, фантазию. Ну, в общем, короче, длинные штаны, но мне нравятся такие вещи интересные, но не очень он носибельный. Брюки такие на резиночке, в общем, короче, ну такое все. Я не знаю куда. Если под прозрачное платье или кофту можно надеть какой-то нижний слой, то под прозрачные брюки, честно говоря, только сверху прикрыть, ноги голые. Но вы знаете, в этом есть какое-то, если надеть какое-то длинное платье или очень длинный топ-тунику, то, в принципе, вот даже такой длины, но даже если чуть-чуть подлиннее, тоже будет неплохо, потому что, на самом деле, ну, если мы носим, допустим, мини вот такое, чуть выше колена, да, платье, а здесь у нас, считайте, что такое платье, а под ним такие вот прозрачные брючки, то есть либо ваши ноги, либо прозрачные брюки, что, в общем, неплохо. В общем, интересная такая одежонка, но такая срабленно. Знаете, костюм недорогой, то есть тут, конечно, все полиэстер и ластан, топ-ларч размер стоит 45 долларов, а брюки тоже размер ларч, и они стоили тоже 40, стоят 45 долларов, 46, 45,90. Значит, что хочу сказать. За эту цену вот такая интересная очень ткань, интересно очень сделано. Видите, как сзади он завязывается на бант, что кому я показываю, вот так, сзади он завязывается на бант, и он очень стильный, и очень недорогой, в принципе. Еще на сейле он вообще будет дешевый. Вот я люблю такие вещи, странные, непонятные, которые не знаешь, куда надеть, но как-то их можно надеть. Мне нравится. Я не думаю, что это какой-то пляжный вариант, потому что синтетика, вряд ли, да? Здесь были карманы, нет, нет, в общем, очень интересный, красивый цвет, и интересная, красивая ткань. И вот если как-то вот это вот сочетать, надеть вниз какой-то непрозрачный топ, и вот этот топ довольно длинный, он прикрывает, так сказать, попу и трусы, и все, то в принципе вот идея сама по себе интересная. Честно, вот мне как бы есть в этом что-то, недаром они поставили его на витрину, под стекло, под стекло, на витрину, да, потому что это интересная такая стильная вещь. Помните, я вам показывала в зале вот этот вот такой пальто-халат, и вот к нему есть брюки. Оказывается, к нему есть брюки. И как же это красиво вместе. Значит, сюда нужен был бы какой-то топ. У меня есть вот эта вот футболка полосатая, но она сюда не подойдет. Красный топ тоже сюда не подойдет. В общем, давайте так вот будем смотреть, потом я это все как-то приподниму красиво и покажу вам брюки. Вы знаете, что это немножко напоминает какой-то такой восточный, узбекский, колоритный такое одеяние по фасону, по расцветке ни в коем случае. Но это-то так красиво и так стильно. Значит, брюки на мне medium, large не было. Случилось чудо, я в них застегнулась. Они мне поджимают, но в принципе но в принципе они мне явно застегнулась и даже в общем могу дышать. Вот смотрите, ой, как же мне вам показать. Я вообще вот так сделаю, только низ. Смотрите, и так они выглядят брюки. Смотрите на мою пузо, потому что они мне маловаты, но large не было. Мне бы, конечно, надо было бы large. Брюшки такие коротковатенькие и клешненькие. Все это вышивка. В общем, вы поняли, да? Как же это красиво. Это можно носить отдельно. Вот этот топ вверх, пальто можно носить отдельно. И брюки тоже можно носить отдельно, но если честно, мне кажется, что вот именно в таком... Знаете, что я сейчас поясом завяжусь и будет интересно. Именно вот в таком вот варианте, именно в таком варианте брюки красиво вот с этим вот пальто. А просто так брюки, они... Ну, брюки и брюки, а вот так это просто шикардо. Так, я вот поясла, чтобы не держать его, но сюда, вы знаете, вот этот пояс не подходит, а сюда бы очень хорошо подошел такой пояс из дерюшки вот таких, которые сейчас у меня там полно, я вам в зале показывала. Такой, знаете, из резиновой такой, как с такой тканью, с прорезиненной такой дерюки, такой с какими-то там пластиковой, вот таким большой пряжкой, такого же цвета бежевого. В общем, у них есть пояса, много поясов под этот вот костюм. А, здесь есть карманы. В общем, мне нравится очень вот этот вот вариант. Он такой не красный, пожарная машина, но очень интересный. И действительно очень красиво, красиво вот эта вышивка. Машинная, конечно, не ручная, но темная. Выглядит очень, очень стильно, мне кажется, правда. Так, состав очень сложный. Я вам, помните, сказала в зале, что здесь верх из полиэстера. Значит, я ошиблась. Значит, здесь есть лен, вискоза, хлопок и немножко полиэстера. В основном вискоза, по-моему, 17% лена и 5% хлопка, и в остальном полиэстере. Есть какая-то часть полиэстера, но, в принципе, ее немного. Размер медиум 69,90. Просто, видите, медиум мне маловато. Нужен был бы, конечно, ларч, но факт, что я у него застегнулась, уже хороший. Вот это номера его. И давайте я посмотрю еще раз состав. Что-то мне показалось, что написано, что синтетика. Да, я ошиблась. В зале то же самое. Значит, подкладка 100% вискоза, а вверх вот то же самое. Там вискоза, лен, хлопок и немного полиэстера. То есть там, понимаете, вот так сложно все написано, но, короче, неважно. И, видимо, вот эта вот вышивка тоже, полиэстер в основном, это вот это вот нитки. Скорее всего, что они из полиэстера, но, видите, даже ведь видно, что это что-то не полиэстеровая ткань. Правда же? Так, 129 долларов он стоит. Я примеряла medium large. Видите, они тоже extra small, small medium large. 130 долларов. И вот такая вот тоже шитмаруха, кстати. Вот такой вот красивый. Красивое такое пальто, халат, платье можно, в принципе, если замотать его тоже поясом, то вполне сойдет за платье. Вот такая вот. Но он небольшой. Вот medium large на мне прям прям в тютельку-втютельку. А большего размера нет. Есть только extra small, small и medium large. То есть они довольно такого небольшого размера. Так, ну что, девушки дорогие, все. Вот такие у нас были примерки. Мы много чего примеряли. Красное, бежевое, синее. В общем, всякое у нас было. Всякое разное. Пожар нас миновал. И пожарная сигнализация в этот раз нас миновала. На сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Зары. Из канадской Зары. Всем пока. Бай-бай. Люблю, целую. Бай-бай.